всем привет это каштанов добро пожаловать на мой канал сегодня у нас будет реакция на короткометражку под названием gog фильм 2021 года как бы совсем свежий о нем очень часто пишут в комментариях чтобы как бы я его посмотрел да и сделал на него реакцию но вот и давайте приступим не забывайте подписываться на канал также на мой instagram там будут все актуальные новости касаемо канала все погнали смотреть ну что поехали кто это сделал человек на которого я работал ему не нравилось что я много говорю дальше он еще больше не любил что я говорил правильные вещи что он хотел я так понимаю да у следователя человек сидит нам нужно решить этот вопрос комбинатом если это тот же самый там основания нет подсудность не так а кто вообще такое у нас что-нибудь есть на него да чистый пидорас не подкопаешься мы пока ничего не нашли ну так найди ты уже достаточно накормлен по этому вопросу чинуши да по-любому какие-то решатые вопросы теперь ты решай а секе там тоже не все так просто башкир к нему приходил предлагал продать долю в то он отказался упертый и что дальше что будем делать по нашим ски по нашей схеме раскачаем потрясем пару дел подкинем на надеюсь все по закону будет завтра езжай на этот комбинат и в общем начинай процесс поин шеф давай практически как черти в котле до валится обидно когда твои соседи продают твой дом чужакам хотя не черти грешники все те кого ты перечислил только они при делах кто еще я как раз еду с ними навстречу понял все по плану да все как обсуждали одна просьба рабочий сразу не вонять ждите пока я пойду на повышение все будет нормально рабочий просто пешка как и везде блин ребят пока все нравится картинка музыка атмосфера напряжения это будет выгодно для всех мы около года назад обратили внимание на ваше месторождение оно нас очень заинтересовало ваш продукт нужен для нашего завода в китае знаете я уже подустал от этого бизнеса от этой страны у меня к вам предложение оно вас приятно удивит вы можете забрать год полностью сразу подумал что это какой-то русский персонаж что вы имеете ввиду чё те я я предлагаю выкупить горно обогатительный комбинат полностью и замучил это когда можно будет заинтересовало расчет ну - - - - - - - - - По криминалу, да, скорее всего? Мар! Я слов на ветер не бросаю. Марк мой деловой партнер. Я решу этот вопрос. Местная власть все равно у нас на прикорме. Я открою свою фирму в Казахстане, а затем передам ее вам. Как вы на это смотрите? Ну что, это самая. Судилки, мы поняли. Во сколько нам это войдется? Деловой подход. Во-первых, это наша прибыль. А во-вторых, местных чиновников нужно прикормить. Да, у них большой аппетит. Это можно не переводить. Переводчица, да? Судя по всему, как бы… Судя по всему. Я так понимаю, это же немного. Спасибо. Кром. А может и много. Хера себе, да? В полсумы такие. По рукам. Что, я на этот момент не пойму, ребята. Почему вроде в Казахстане, да? Ну, ГОК, а персонажи все как будто бы русские. За вашу долю предлагают немало денег. Или мы с вами этот вопрос будем решать по-другому. Вот и начало нового дня. У меня на заводе работают три сотни рабочих. А вы предлагаете их выгнать на улицу. А у них кредиты, ипотеки, семьи. Всем похер. Их кормить надо. А люди и так будут работать. Хуже, лучше. Какая разница? Слушай, а почему я должен продавать свой долг? А завтра семью? А послезавтра родину? Я не согласен. У вас уже 14 уголовных дел. Вымышленных, да, скорее всего? Еще открою. За хищение. За халатность. Еще за что-то. Вам это надо? У нас у властей. Всегда на один патрон больше, чем у вас. А ты меня не пугай. Я уже пуган. Я этот завод собирал по крупицам. Он для меня как ребенок. А вы? Вы бы сами что-нибудь своими руками создали. Пробовал. Так что, давай разойдемся без скандала. И закончим этот разговор. Ну, до свидания. Не подал руки, да? А что ты хотел? Ну что, вздрогнем? Давай. Достал меня этот, блядь, добронравов, а? Надо по-любому его убрать. А добрать лицензию уже в конце концов, а? Ну, а я чем могу помочь? К тебе обратятся русские. Принимай их в сторону по первой, второй, третьей инстанции. И тормози работу, чтобы сами разбежались. О, отлично! Асеки, ну как ты себе это представляешь? Поменяй директора. Наложи запреты через определение. Ну, в общем, сделай так, чтобы им жрать было нечего. Асеки, вы меня, конечно, извините, но в таком случае около ста пятидесяти семей останется без работы. Это же наши люди все-таки. Земляки, ё-моё. Наш регион. Ты, блядь, чей помощник? Мой или его? Асеки, конечно, ваш. Ну, я к тому, что, может, все-таки сохраним комбинат? И стране польза, и людей жалко. Жалко? У пчелки. Налей. Извините за опоздание. Я с процесса не успела даже переодеться. Там то дело на судейской коллеге рассмотреть надо. Что тянем? Там же есть убытки. Нет, они подписались как участники. Решение областного суда нормальное. Но они до сих пор госпошню не заплатили. Это в интересах государства. В частности вообще тебя не касаются. Твое дело мне перекинуть, дальше я сам. Ну, может быть, вы тогда меня поменяете на кого-нибудь другого? Я тебя вообще на хуй поменяю. Тебе до пенсии сколько осталось? Нормально хочешь доработать? Конечно. Все, давай пошла работать. А что она, да? Судебная система. Блядь, столько лет работы и все целку из себя строю. Так, теперь ты... Короче, придет тебе человек от меня, там надо все порешать. Угу. А что за дела? Уголовные, административные, хозяйственные? Ну там хозяйственные, гражданские, не суть вообще. Угу. Ну там все ровно? Да в том-то и дело, что нет. Короче, там, там ни одно дело будет. Пять, десять, неважно. У них оснований нет, подсудность не та. Жирай, жирай. Сколько? Вот ты рот так широко не открывай, порвется. Я твои проблемы решал. Все, субботник для тебя. Ты когда этот коронавирус в столицу привез, кто тебя отмазывал? Ты забыл? Чего ты опять начинаешь? Я за тот момент давно все закрыл. Ты много на себя не бери, да? А то я тебя знаю. Ладно. Все, давай. Шеф, удобно говорить? Говоримо. Наши люди не могут подвинуть директора завода. А Аким на месте? Все детали смазаны? Да все смазали, шеф. Даже мелкие? И мелкие детали тоже. Этот зам Акима слить нас пытался, язык у него слишком длинный. Так потрешь ему язык. Или скажи Акиму, чтоб держал его в узде. Ты можешь решить вопрос по ГОКу или нет? Там бы рабочих семьдесят человек собралось. Наши люди не могут попасть на ГОК. Блять, дай им денег. Тебя что учить? Они не берут деньги, стоят на своем. Я не знаю, можешь отключить электроэнергию что ли? Ты должен держать этот ебаный ГОК под своим контролем. Юрий Александрович, у них крыша еще зимой рухнула и забили нагрузки. Эти отморозки работали в минус 35 и умудрялись по 200 тонн в месяц выдавать. Да мне похуй, что они там делали. Потряси этих бездельников. Если надо, надави. Или прибавь там еще бабла. Я не знаю, реши этот вопрос. Хорошо, шеф. А с этим что сделать? Марк. Актер шикарно играет. Просто шикарно играет. Прямо веришь, что он гнида. Вы взяли у нас деньги. И не выполняли работу. Ваши люди тоже высосали у нас деньги. Прошло очень много времени. Понимаете, там не совсем простая ситуация. У вас же были планы. Вы рисовали нам схему. У нас сроки горят. Сроки до конца лета. Вы должны передать нам ГОК. Вы же получили аванс. Мы уже дважды пытались договориться. Но там работают очень сложные люди. Власти вас не поддерживают? Чтобы вы понимали. Я и есть власть. Мы день и ночь занимаемся этим вопросом. И поэтому вам придется доплатить. Опа. Асике, давайте сделаем так. Я отправлю туда своих лучших людей, и они урегулируют этот вопрос. От вас только нужно будет, чтобы правоохранительные органы на все это закрыли глаза. Вы точно сможете решить этот вопрос? Жесть, там походу сейчас будет жара. Все, кините. Мы вам доплатим. Надеюсь, вы сможете окончательно решить эту проблему. Вот они молотчики. Работяги тоже уже подготовлены. Ура. Ура. Юрий Александрович, ГОК наш. А с этим что делать? Понял. Кого-то грохнуло, походу. А, помощника. Все понятно. Теперь я не звал. Кого-то грохнуло, походу, на спинку. Кого-то грохнуло. Кого-то грохнуло. Игорь. Что было дальше? Прикольный такой поворот. По-тихому не получилось. После второй попытки захвата ГОКа один из рабочих повесился. План был в том, чтобы объявить предприятие банкротом и перепродать китайцам. Но Добронравов нарушил эти планы. Достойный мужик. Настоящий патрот. Понимаешь, мужик. И люди его уважали. Все, что ты мне сейчас здесь рассказал, подтвердишь суде. Знаешь, пока мы здесь с тобой болтаем, продается какой-нибудь другой ГОК. Или завод. Земля будет. Да подожди. Может быть, каком-нибудь красивом особняке твое начальство продает будущее твоим детям. Вот так вот. Вот так вот. Шикарно, да, сказал? Наши светлые будущи. Алла-казахстан. Хе-хе-хе. Алла-казахстан. Алла-казахстан. Я так понял, следок тоже, да? Во всем этом замешан. Вы все обычные на печи. Ребята. Ну, это просто... Это просто бомба. Все сколько здесь? Все 20 минут в диком напряжении. И очень крутой сюжет. И, конечно, здесь так все показано немножко динамично, да? Вот этот момент, когда вышли рабочие с битами против этих молотчиков. И следующий кадр, да? То, что там уже все как бы... Все решено, типа. Хотел... Думал, сейчас немножко такого будет. Типа мяса, да? Ну, так. Ну, вы понимаете. А... Ну, это как бы короткометражка, да? Все понятно. Все идет такое как бы... Динамично, чтобы суть сюжета рассказать. Блин, жаль. Жаль, что это как бы короткий метр. Это прям вообще полноценный сериал, мне кажется. Очень крутой бы получился. Так, ну, это я, конечно же, посмотрел только первую серию. Несомненно, будет вторая. И я, насколько понял, уже третья часть вышла. Да, вообще крутой сериал. Еще такое показали, да? Сперва вот этого русского, да? Который там продает завод. И вообще ему на всех похер. И этого Добрана Рауа. Тоже как бы русский, да? Да, но он прям за своих рабочих, за свой завод горой стоит. Это я к тому, что как бы везде есть, да, плохие, хорошие люди. Ну, так, назовем это так. Такими банальными словами. Плохие, хорошие. И здесь прям это все четко показано. Вне зависимости от нации, да, от еще каких-либо вот этих аспектов. Главное оставаться человеком. И здесь прям вот эти моменты очень четко показаны. Кто человек, а кто носит маску человека. Да, крутой-крутой сериал. Просили сразу две серии снять, но, ребят, мало времени. Извините, так что буду прям по одной серии снимать. Охота больше, немножко разнообразить контент. Но, несомненно, в скором времени засниму вторую серию обязательно. Потому что прям сразу зашел. Ну все, давайте всем пока. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы быть всегда в курсе актуальных событий на канале. Все, всем пока.